Повысить производительность и эффективность. Пока одни белгородские предприятия только присоединяются к нацпроекту «Производительность, труда и поддержка занятости», другие уже подводят первые итоги. Успехами поделилась компания «Стандарт Пластик Групп». Самым сложным на самом деле было принять решение вступить в этот проект, потому что всегда есть сомнения в том, что он может состояться, что он может быть успешным. Всегда кажется, что сделано уже многое, что улучшать что-то или что-либо в процессах производства уже невозможно, достигнут некий максимум. В качестве пилотника выбрали производство одноразовой посуды. Полгода работы под руководством экспертов регионального центра компетенции повысили конкурентоспособность товара и увеличили выработку готовой продукции на 16% со 148 до 172 килограммов с человека в смену. У нас увеличились объемы реализации. Для нас это ключевая на сегодняшний день веха, потому что предприятие достаточно долгое время фиксировало примерно одни и те же результаты по выручке. В этом году, несмотря на коронавирус, несмотря на пандемию, нам удалось резко увеличить объемы производства и, соответственно, выручку. Мы считаем это достаточно серьезным результатом, вклад в который был сделан в том числе и благодаря реализации этой программы. Мы смогли переваливать через склад готовой продукции и через производство гораздо больше объема. Кроме того, детальный разбор всех процессов производства одноразовых контейнеров позволил увеличить загрузку присовщика с 52 до 93%. Пересмотрели вывоз готовой продукции из цеха на стеллажное хранение и изменили принцип подготовки продукции к отгрузке. Итоговые результаты – это отражение работы всего коллектива. Коллектив предприятия, подчеркну еще раз, очень сваженно отработал все рабочие группы. Также залогом было то, что непосредственно генеральный директор курировал все вопросы и, соответственно, что называется, держал руку на пульсе. В целом, это вот успех предприятия. От регионального центра компетенций была своевременно оказана, подчеркну, металлогическая помощь, ну и, соответственно, реализована на практике уже. В результате внедрения инструментов бережливого производства удалось значительно упростить рабочий процесс и, как итог, высвободить время для повышения производительности. Самыми действенными оказались система 5С и переналадка СМЭД. Участие в нацпроекте позволило повысить уровень квалификации и вовлеченности персоналом. Теперь для предприятия работает система наставничества и подачи предложений. Каждый сотрудник может предложить свои идеи, как усовершенствовать рабочий процесс. Некоторые из них уже успешно применяются на практике. На данный момент самые основные из них и самые важные – это внедрение штампов индивидуальных для заполнения транспортных этикеток, что сэкономило большое количество времени для прессовщика. И это наш разработчик системы оповещения аварийного сигнала на термоформовочной машине «Инженер-электроник». Это тоже очень важное нововведение. Мы эту систему тиражировали на другие термоформовочные машины. Теперь мы знаем об аварии с самых первых секунд. Компании удалось снизить на 55% время протекания производственного процесса и сократить объемы незавершенного производства на 51%. Останавливаться на достигнутом предприятие не собирается. Уже установлены бизнес-цели на ближайшее будущее. Перспектива каскадировать то, что мы наработали на том пилотном проекте, который у нас уже состоялся, на весь производственный комплекс. У нас очень много производственных процессов, технологий, которые есть куда совершенствовать, куда двигаться. И мы будем усиленно стараться эти все технологии перенести именно в новые для этого процесса участки нашего производства. Более подробную информацию о нацпроекте можно узнать на сайте производительность.рф. Продолжение следует...